Сегодня мы рассмотрим новую полезную функцию видеоредактора CapCAD, которая позволяет быстро переделать горизонтальные видео в вертикальные и наоборот. Главное преимущество этой функции то, что она сама определяет, где в кадре находится человек и рамку кадрирования держит на данном объекте. И сегодня мы рассмотрим, как работает данная функция. Друзья, всем привет! С вами Алексей Ясный. На этом канале я рассказываю о создании видео и продвижении с помощью него. Итак, сегодня мы рассмотрим эту новую интересную функцию, как она работает и ее плюсы и минусы. Сразу хочу сказать, что она не очень хорошо подходит для конвертирования вертикальных видео в горизонтальные, поэтому в конце я покажу, как это делать другим способом. Поэтому смотрите видео полностью. Также напоминаю, что у меня есть целый плейлист о видеоредакторе CapCAD и на большинство функций у меня есть полноценные обзоры. Рекомендую посмотреть. Давайте начинать, погнали! Итак, мы открыли видеоредактор CapCAD и здесь на главном экране у нас появилась вот такая вот кнопочка «Автосмена соотношения сторон». В данный момент эта функция бесплатная. Будем надеяться, что она такой и останется в будущем. Итак, мы нажимаем сюда. У нас открывается дополнительное окошко. Не сам видеоредактор, а именно отдельное окно. Здесь нам нужно нажать на плюсик и выбрать видеофайл. Например, у меня есть вот такое горизонтальное видео, и сейчас мы из него будем делать вертикальное. То есть мы здесь справа можем выбрать вертикальный формат 9х16. Это как раз и есть короткие вертикальные видео для Reels, для Shorts, TikTok, ну и другой короткий вертикальный контент. Сначала я хочу обратить ваше внимание, что у меня камера статично стоит. Давайте я запущу плеер. То есть вы видите, что у меня камера не двигается, но при этом я в кадре двигаюсь. То есть я перемещаюсь то по центру нахожусь, то в край кадра ухожу. И давайте нажмем на 9х16 формат. Программа выполняет анализ. Вот анализ завершен. Давайте проиграем данное видео с самого начала. И вот то, о чем я говорил. Смотрите, рамка перемещается вместе со мной. То есть я постоянно нахожусь в центре кадра. При этом мы видим, что сам кадр смещается, сама рамка смещается. То есть автоматика определяет мое лицо, что здесь находится человек и держит меня всегда в центре кадра. Давайте рассмотрим, какие здесь еще функции есть. На самом деле здесь есть стабилизация видео. Это не совсем стабилизация. Здесь просто показывается, как быстро или медленно эта рамка будет перемещаться за мной. То есть более плавно или более дерганно, но зато быстро. В общем, вы можете поиграться с этими настройками и выбрать для себя наиболее подходящий. Мы можем нажать на кнопочку «Повторный импорт». Тогда у нас вот этот прогресс не сохранится, обратите на это внимание. Но мы сможем загрузить новый видеоролик для конвертирования в другие форматы. Также мы можем нажать на кнопочку «Экспорт» и сохранить на наш компьютер в то место, куда она требуется, наш видеоролик. Но мы, конечно же, можем продолжить редактирование, если нажмем вот сюда. То есть у нас откроется полноценный видеоредактор, уже полностью с рабочей областью. У нас открывается тайм-линия. И уже здесь у нас видеоролик, который мы обрезали под вертикальный формат. Как раз здесь вы уже можете добавить субтитры, вы можете добавить какие-то стикеры, эффекты и другие элементы. Но я хочу вам посоветовать еще один классный инструмент, как раз для создания вертикальных видео, который называется «Безопасные слои». Как он работает? Вот у меня есть специальный слой, который я перетаскиваю на тайм-линию. И он как бы эмулирует разные элементы соцсетей. То есть лайки, комментарии. Здесь у нас идет музыкальный трек, аватарка. Здесь у нас идет описание. И если у нас есть субтитры в видео, то они могут заезжать как раз на все эти элементы. И этот слой, этот безопасный слой, он вам поможет располагать все элементы видео таким образом, чтобы не получалась каша на краях. Чтобы субтитры не заезжали на описание, чтобы все это не сливалось. Вот поэтому этот инструмент очень полезный. Я сам им постоянно пользуюсь. Он экономит мне кучу времени, сил и энергии. Вы можете приобрести его в моей онлайн-школе. Ссылочка будет в описании. А сейчас я покажу, как переделывать вертикальные видео в горизонтальные. Давайте зайдем опять в этот инструмент автосмена соотношения сторон. И выберем то вертикальное видео, которое мы вырезали изначально из горизонтального. И теперь мы выберем формат 16 к 9. Итак, у нас вырезался горизонтальный кадр из вертикального. Но мне кажется, что таким образом очень сильно падает разрешение и в целом качество видео. Потому что вертикальный формат и так изначально не на весь экран. Из него вот такой маленький кусочек вырезается и получается не очень качественное изображение. Поэтому я покажу вам, как можно сделать по-другому. Мы возьмем исходный вертикальный видеоролик. Я его перетаскиваю на тайм-линию. Вот он у нас здесь появился. И когда мы его перетащили, то он у нас вписывается в формат 16 к 9. Но таким образом у нас появляются вот такие вот черные полосы. Конечно, выглядит это не очень хорошо. Поэтому мы спускаемся чуть ниже. И вот здесь вот во вкладочке холст мы выбираем размытие. Выбираем максимальное размытие. Смотрите, как интересно и гармонично теперь вписывается вертикальное видео в горизонтальный формат. Также, если хотите, можно растянуть, например, вот так масштаб увеличить и сделать побольше. И здесь по бокам у нас такое небольшое размытие. Так выглядит видео намного более гармонично, чем с черными полосками. Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео, если оно было для вас полезным. Также напоминаю про плейлист о видеоредакторе CapCut, в котором я рассмотрел максимальное количество функций и постоянно добавляю туда новые ролики, если какие-то интересные функции выходят, например, как эта. Поэтому обязательно посмотрите, дерзайте и создавайте. Увидимся!